приветствую всех на своем канале рада вас видеть рада вас читать в комментариях огромная вам благодарность хочу сразу сказать начале что в четверг то есть завтра у нас будет прямой эфир если я не ошибаюсь что в 20 в 20 по москве до 8 приходите буду вас ждать те кто со мной всегда присутствует на эфирах знает что мы просто беседуем я отвечаю на ваши вопросы если я компетентная у меня есть свой собственный опыт на конкретный вопрос те кто никогда не бывал на моих эфирах хочу вам сказать о том что это не стримы таро где я использую карты это обыкновенная беседа общение мне нравится с общаться поэтому приходите кто не знал но если вам интересно посмотреть что это за формат на главной моей странице в разделе плейлистов есть плейлист который называется прямые эфиры там не сохраняя все записи можете перейти посмотреть примерно какой эфир если вас устраивает если вам нравится приходите буду рада вас видеть итак сегодня мы с вами сделаем расклад на тему которую предложил александр невский называется что мешает вам измениться вы видели название этого расклада если у вас есть какие-то идеи можете их оставлять комментариях я по мере возможности если мне созвучим будет расклад внесу в свою программу и сделаю этот расклад у нас будет сегодня расклад на три позиции разные колоды положила кому удобно камешки кому удобно колоды выбирать может быть вот так вот камешки еще впереди поставлю то есть на поддельности если кому как как удобней вот поменяла стол на котором можно делать расклады и красиво смотрится и все-таки все время за эстетику вот и если вы готовы то мы приступим тайм-коды всегда есть в описании также в описании под любым моим роликом есть ссылка которая называется мои услуги она не случайно нажимаете туда и читаете абсолютно всю информацию обо мне как со мной можно связаться какие услуги у меня есть сколько стоит как это все оплачивать если хотите и также есть там моя почта если останутся вопросы пишите вот ну такой короткий скажем ликбез да вот но он как показала практика все что для меня является само собой разумеющимся для кого-то может являться новостью поэтому я это все и проговариваю так мы с вами смотрим значит позиция номер один голубенький камешек вот сюда и смотрим первый вопрос единички нужно ли вам что-то менять в себе нужно ли вам себе что-то менять смотрим на колоде эпического таро так нужно ли вам себе что-то поменять здесь не то чтобы нужно как-то что-то поменять а я бы сказала здесь нужно взрастить туз мечей у нас говорит про решительность я бы сказала что вам нужно стать более решительным человеком потому что возможно у вас возникают периодически сомнения делать вам не делать надо не надо и это в каким-то образом вас останавливает от вашего даже не развития а как будто бы вы развиваетесь и так а то есть здесь как будто бы не хватает больше вот именно решительности да как то я думаю может быть есть какой-нибудь синоним заменить но вот мне обращением не подходит что-то чтобы менять нужно ли вам еще в себе что-то здесь по шестерке кубков да аркан такой очень интересный так вот подвину сюда посмотрите здесь значит 22 фигуры держит этот кубок а здесь внизу как будто бы один ну перетягивает этот кубок каждый на себя так как мы говорим перетягивание каната либо перетягивание одеяла на себя так вот а здесь как раз таки идеальный до сверху идеальный мир когда люди просто держат двое поддерживают этот кубок либо держит этот кубок никто никого не перетягивает здесь скорее всего вопрос принятия присутствует да то есть быть более принимающим человеком особенно тех мнений которые разнятся вашим которые отличаются либо люди здесь даже знаете вам не людей надо принимать а скорее всего то что есть разные точки зрения и когда мы говорим о принятии я не подразумеваю то что перенимать это одно дело принимать а другое дело перенимать то есть ты можешь допускать возможность отличного мнения от твоего но при этом не обязательно пользоваться этим мнением да то есть можно сказать что в мире есть разные цвета но это не значит что все цвета тебе будут по душе либо в унисон то есть если допустим вы выбираете один какой-то цвет условно говоря голубой либо фиолетовый это не значит что если кто-то придет и будет вам доказывать что оранжевый цвет или зеленый цвет это вообще самые идеальные вы должны его полюбить нет но вы допускаете такую возможность что этот цвет тоже существует в мире поэтому тоже имеет место быть вот здесь про это про то что с одной стороны я становлюсь более решительным и знаете как будто бы вот здесь идет про расширение про расширение ваших взглядов то есть не зацикливаться как раз таки не не стараться как-то в кубе с тузом мечей как-то резко получить то что вы хотите то есть знаете если вас что-то не устраивает да то я должен как будто вот добить этого человека сказать что он в чем-то не прав возможно как-то резкое такое проявление то есть когда что-то идет не так как вы хотите не по вашему плану но не в плане достижения какой-то цели а вот в плане что вы предполагали что будете общаться с каким-то человеком я вижу здесь больше про коммуникацию а не про достижение каких-то целей не про ситуацию именно про людей что вы начинаете с кем-то общаться коммуницировать здесь и видите что человек не идет возможно тем путем которые вам привычно в общении в беседе да возможно формат беседы вы привыкли более мягкие например более вежливой культурную какую-то форму общения а человек более сухой менее эмоциональный и вот это вот вам сложно принять потому что есть разница между вами и другим человеком и возможно вы как разки включаетесь эмоционально на этой становитесь резкими то есть вот здесь про это в какую-то вашу резкость тоже нужно изменить что еще если еще что то что вам нужно изменить в себе возможно то как вы отражаете людям их поступки их действия а почему вам это нужно изменить тоже знаете здесь вот такое ощущение как будто бы вас учат взаимодействовать с людьми на равных то есть у меня возникает ощущение того что когда вы вроде бы начинаете разговаривать на равных с людьми но потом происходит что то что вас включает эмоционально в эту ситуацию и вот когда выйти включаетесь эмоционально беседу в диалог вы как будто бы хочется сказать теряете контроль над ситуацией и включаясь в нее начинаете играть вот по правилам как будто бы другого человека то есть не нейтрально до в позиции наблюдателя окей мне сказали я ответил тихо снут как-то знаете хочет сказать сухо даже а вы как будто вы начинаете как-то волноваться начинаете переживать и тем самым вы входите в состояние этой игры то есть здесь как будто бы ваша задача просто отражать увидели как человек с вами так например поступил и примерно же в таком формате вы общаетесь с другим человек ну то есть если к вам сухо в переписке говорят привет как дела вы также сухо и отвечаете привет все хорошо а здесь бывают такие моменты что вы начинаете включаться то есть увидели что вам например не эмоционально написал человек там без смайликов не знаю без чего-либо ты просто сказал привет как дела и вам это возможно не понравилось то есть вы увидели эту разницу не понравилось это потому что нету резонанса не вы него не сон а есть разные вибрации и вы сразу начинаете включаться да и там я не знаю можете резко как-то ответить все хорошо да то есть также отражается только очень резко а здесь речь коротки говорится о том что не нужно реагировать не нужно эмоционировать на других людей вот с этим вот как раз таки и связан вот это вот принятие о котором я говорила ранее то есть как-то знаете вообще хочу сказать не обращать внимание написал человек окей сказал но вот так вот он захотел возможно у него вот такое настроение было но причин же много разных вам как раз и не надо разбираться в этих причинах а просто в таком же формате с которым вами общаются таком же формате вы и общаетесь с другим человеком безусловно если у вас есть какие-то более близкие отношения вам человек не безразличен вы можете поинтересоваться все ли у тебя хорошо да то есть у тебя сегодня например какой-то голос хриплый нормально ты спал или что-то случилось но это здесь не потому что есть эмоции а это скорее всего больше выражение более глубинных каких-то чувств да там заботу внимание то здесь немножечко другой формат я вот так не знаю подробно объясняет так и рассказала почему вам нужно но все равно давайте посмотрим у нас как раз к следующим вопросом было да а для чего вам это в себе меня так для чего вам нужно поменять вот это вот решительность то что вы не совсем уверены как-то сложно принимаете решение может быть очень долго здесь такой тоже может быть помен да долго долго принимаете решение когда уж надо принять ну как говорится уже поиск ушел и уже не интересно почему вам вот этот вот момент надо поменять ну вот как раз таки окана умеренности и выпадает потому что слишком слишком медленно слишком медленно все развивается здесь не говорится о том что надо торопиться а здесь пока на умеренности как раз ки говорит говорится о том что должна быть какая-то золотая середина да нужно делать все во время да не позже и не раньше а для этого как раз ки и нужно находиться в центре себя быть центрирован быть слушать уметь слышать самого себя а это мы можем только тогда когда мы в расслабленном состоянии и здесь у аркан умеренности нам говорит о том что вот это вот расслабленность мы получаем тогда когда мы возможно замечаем красоту то есть то что успокаивает наш наш разум здесь на картинке изображена я скоро буду делать обзор на эту колоду здесь на картинке изображена девушка которая неосознанно в руки взяла цветок и она как будто бы ну этот лепестки отрывает от него да иногда так бывает механически какие-то действия совершаете формате типа я туплю а мысли куда-то бегают то есть не не сфокусированные такое здесь тоже может быть да то есть где-то вы витаете в своих облаках и упускаете упускаете какую-то возможность потому что очень много автоматизма и нету вот именно решительность она как раз таки и говорит о том что я проживаю в моменте сейчас я решаю я не упускаю ни одну возможность потому что я очень внимательно внимательно потому что в моменте живут вот здесь про это для этого нужно изменить для чего вам нужно изменить вот этот вот момент не включаться эмоциональные не перетягивать канат смотрите здесь либо одеяло на себя вот здесь вот как раз ки двойка кубков и говорит о единение и сейчас секундочку я смотрю да и вот здесь вот на мой взгляд верно изображено то та деталь когда мужчина а то есть активность до первично то есть он дает а девушка принимает то есть активность активная а пассивность пассивная женщина пассивная она принимающая но не потому что женщина должна быть такой а здесь именно про именно об энергиях идет речь о минусе и о плюсе а полярности да вот для того чтобы быть вот именно в правильном этом обмене да то есть как-то вот по очереди либо ты мне я себе вот то что я и говорила до отражения то есть вот эти вот два аркана они как будто бы пересекаются про принятие и про отражение здесь для чего вам нужно здесь смотрите для чего нужно отражать именно в таком формате в котором я рассказала ранее они просто включаться эмоционально потому что здесь восьмерка мечей а такой очень интересный аркан которая говорит о том что девушка вроде бы скована обстоятельствами да и вот приходит вот это чудовище из-за того что его внешний вид устаршающе она в нем как будто бы видит врага который готов ее как-то неизвестно кто является для себя другом да а кто является врагом то есть когда ты начинаешь общаться взаимодействовать с человеком не знаю условно говоря что за кухню внутри него происходит да что с что что происходит в его жизни его какие-то внутренние мотивы вы можете ошибаться то есть например если вам человек резко ответил вы этого можете воспринять на свой на свой счет не вот и как-то неправильно оценить поступок другого человека у другого человека просто возможно но я не знаю довели его до его день был очень трудный и просто сорвался не проконтролировал и вы возможно ситуацию как-то оценили не совсем верно приняли ее на свой счет что вот я такой плохой нехороший человек поэтому со мной так поступает вот давай я тебя тоже накажу нет здесь не про это здесь не всегда все так как видится почему потому что здесь это чудовище он все равно держит меч да и кажется что вот он с мечом пришел а на самом деле он пришел с добром и пришел с цветком чтобы ее освободить а она считала что он ее хочет убить то есть вот здесь вот недопонимание могут быть проходить поэтому первично вам нужно всегда находиться в нейтральной позиции и желательно не включаться эмоционально то есть проясните сначала ситуацию уточните правильно ли вы все поняли правильно ли вы разобрались вот и причем здесь не случайно здесь не про каждую беседу а именно ту беседу где вот здесь вот чудовище нарисовано там где проигрываются теневые аспекты скорее всего когда беседа слишком накалена негативно вот то есть вот здесь нужно быть очень внимательным желательно не включать эмоции и прояснять эту ситуацию так и что здесь у нас связано с тужом жезлов новые начинания какие новые начинания где вы пишете книгу у нас выпадает девятка кубков знаете хочется сказать чтобы как будто бы человек крайность вот здесь вот по умеренности тоже выходила вы как будто бы что все что вы делаете вы делаете на сто процентов то есть полностью включаетесь да вот пью до дна до последнего вот все хочу то есть если помогаете то вот не то чтобы со всей душой это хорошо а здесь вот прямо уловить этот момент который хочу до вас для донести о том что если вы что-то делаете вы делаете с полной включенностью с полной отдачей и как следствие вы будете ожидать какую-то обратную связь от проделанной своей работы и не всегда обратная связь будет вас удовлетворять и это может вас опустошать то есть вы можете разочаровываться по причине того что вы это вложились на сто процентов а ситуация другой человек не развернулась с отдачей на сто процентов и здесь вот может быть разочарование поэтому будьте немножечко внимательны в плане того что не надо сто процентов смотрите по обстоятельствам а если делаете сто процентов то делайте это с за делом для себя то есть вот чтобы мне было хорошо я это делаю не потому что я что-то ожидаю взамен а делаю просто потому что я являюсь вот этим вот источником потузу жезлов источником энергии источником жизни и поэтому если я делаю мне от этого хорошо и получу я обратную связь не получу я обратную связь это не имеет никакого значения потому что мне хорошо когда я отдаю то есть я не могу не отдавать я не могу не делать вот здесь вот такой посыл проходит что мешает вам измениться вообще по всем этим четырем моментам ну вот тройка кубков не хватает какой-то легкости я бы так сказала более как-то проще относиться что ли ко всем ситуациям не получается вот вы слишком такой знаете возможно глубокий и серьезный человек и вот ваше отношение к жизни она слишком серьезно это есть показатель того что вы как-то включаетесь вообще в жизнь включаетесь вот в эту игру что еще мешает новая четвертая четверка 4 горе император вот здесь как раз таки вы как будто бы забываете об этой искре которую которая есть внутри вас искра жизни то есть вы как будто бы знаете забываетесь о том что эта игра да и что в жизни вот так сказать надо надо получать наслаждение удовольствие а вот когда слишком серьезный человек то у серьезности нету возможности легкости вот дети например они играются да это сегодня там что-то произошло они расстроились они поплакали потом мы им дали то что они хотели они сразу начинают улыбаться то есть они очень быстро переключаются не зацикливаются почему потому что ну они просто проще ко всему относится вот здесь вот примерно так вы слишком серьезно ко всему относится вас серьезный подход то есть даже если это какая-то игра во что-то например играете да то вы прям включаете вас появляется этот азарт вы можете прям серьезно на кого-то обижаться если там кто-то вас в игре я имею ввиду настольной игре да как-то конкурирует может быть обыгрывает то есть вам как-то вот может не нравится ну то есть показатель того что присутствует какая-то серьезность не хватает вам надо упростить упростить немножечко вашу жизнь что ну по причине как раз таки вот по этой шестерки кубка но что не все не все люди такие как вы вот вы как будто бы по себе судите да то есть если разговаривать значит надо по существу если что-то делаете то быть ответственно не все люди такие и это не говорит что они плохие потому что они безответственные либо вы хорошие потому что вы слишком ответственно не это потому что Им надо такой опыт пройти, а вам другой опыт. Так как-то надо же все равно между собой договариваться и взаимодействовать. Вот проще как-то, я не знаю, нет какого-то другого слова вам объяснить. Проще. Вот здесь краски дьявол, да, дьявол, который и играет на ваших каких-то привязанностях вот именно к ответственности, именно к структуре, когда все должно быть понятно, ясно, систематизировано. Ну то есть вот не то чтобы вы, как этот, как же эти люди называются, забыла слово, вылетел из головы. Консерватизм. Вот. Не то что вы консерваторы, а как-то вот... У меня такое ощущение, что здесь только иерофанта не хватает. То есть человек, который живет по каким-то своим правилам, нормам, моралям, но это в какой-то степени переходит в догматизм, да, если его не облегчать. То есть правила, это прекрасно, это замечательно, но как-то вот все равно, знаете, нужно быть более гибким, что ли, более лояльным человеком. Здесь вы и к себе так относитесь, не только к другим людям. Вы и к себе так относитесь. И в теории все, что я вам сейчас говорю, вы, конечно же, скажете, да, я бы это все понимаю, но стоит только дело доходить до практики, ваши эмоции, они перекрывают вам логику, и вы как будто бы не видите и начинаете делать то, о чем я описывала здесь. Вот такая была первая позиция. Наверное, на этой неделе сделаю обзор на эту колоду, она мне очень нравится. Но не так, конечно же, как небо и земля. И вторая у меня колода, это Тару сумасшедшего дома. Вот, и потом уже идет эпическая Тару, либо Тару темного света. Так, вторая позиция, красный камешек, двоечки. Давайте посмотрим, что вам нужно изменить внутри себя, и нужно ли что-то. Вот, нужно ли что-то менять. Нужно ли что-то менять. Я бы сказала, просто вашу нерешительность и неумение. Где даже не то, что неумение. Когда мы что-то не умеем, мы можем этому научиться. А здесь как будто бы у вас нет желания этому научиться. Отсутствие желания как-то делать выбор, вот именно осознанный выбор. Не то, что как-то в мелочах что-то поесть мне этот обед или не поесть. Хотя тоже есть такая иногда бывает неуверенность. То есть, ну я не понимаю, голодная, я не голодная, съесть, не съесть. Но это вот детали какие-то. А я имею в виду более масштабный, более глобальный какой-то момент, когда надо определиться, например, с переездом. То, что имеет какую-то ответственность, имеет какой-то вес и значимость в вашей жизни. Вот здесь вот вам очень сложно сделать какой-то выбор. Особенно, когда есть большой ассортимент того, что нужно, что можно выбрать. Вот здесь вы теряетесь. Вот эту вот свою дезориентацию, когда я не могу сориентироваться, что мне нужно сделать, как мне нужно сделать. Но здесь вот это... Я даже, понимаете, я не могу вам сказать, что надо это поменять. Потому что здесь у меня такое ощущение, что это черта вашего характера, как будто бы это ваша природа. То есть водность. Я не знаю, в каком направлении я поплыву. То есть, если я встречу какую-то преграду, я могу ее обойти и сменить направление. Поэтому все, как будто вы видите, даже в образе речь шла не о самой реке, речке, как она поплывет, а именно о преграде. То есть какой-то внешний фактор может повлиять на решение, в каком направлении река пойдет. Поэтому здесь нужно ли вам что-то менять внутри себя? Скорее всего, быть более уверенным при выборе. И вот четверка кубков здесь как раз-таки хорошо дополняет. Во-первых, кубки, потому что я говорила образ про воду. А во-вторых, вот здесь как четвертый кубок, как шанс. Иногда бывает так, что вы не видите выход из какой-то ситуации. И вот выход это как раз-таки, причем когда ситуация такая двоякая. То есть непонятная. И вот это вас приводит именно в некое такое бездействие. А что мне делать? А я не знаю, как мне быть. Вот эта потерянность, дезориентация, о которой я говорила. Просто потому что вы не видите выход иногда из ситуации. Здесь такая возникает небольшая внутренняя паника, беспокойство. А что, а как? То есть включаются эти эмоции и, конечно же, переключаются с ума на эмоции. И вы не можете логически увидеть решение задачи. Вот этот вот момент. Есть ли еще что-то, что вам нужно изменить? О чем нам здесь говорит Верховная Жрица? О том, что действительно нужно что-то изменить. Но вот я не совсем понимаю, что именно здесь необходимо изменить. Что-то, что связанное с молчанием. Завершением. А что нужно здесь завершать? Во-первых, здесь речь тоже идет о сомнениях каких-то. А с другой стороны здесь речь идет, знаете, о какой-то тягомотине. То есть вам, возможно, как-то свойственно растягивать. Вот мне здесь ощущение того, что как-то, знаете, по времени. Время тянете, тянете время. Какая-то тягомотина. То есть то, что нужно отрезать, вы как-то не отрезаете. Тянете до последнего, что ли, хочется сказать. А иногда и вообще не завершаете, не ставите точку. Вот здесь такие моменты, да. То есть два момента, три момента. Хорошо, давайте мы посмотрим. А для чего вам это нужно изменить в себе? Вот для чего вам нужно изменить вот эту свою неуверенность в выборе, да. Умение совершать какой-то выбор. А это даст вам большая стабильность, да. Это даст вам больший такой комфорт. Ну, то есть жизнь ваша станет более комфортнее, потому что не будет вот этих вот мытарств, да. Туда-сюда, каких-то метаний. То есть я не знаю, а надо, это переживание, это лишние эмоции. А ваша жизнь станет, если вы измените вот этот вот фактор определения, определённости какой-то, да, выбора. Вам станет более спокойно, более комфортно. Ещё для чего? А вам как будто бы проще общаться станет с людьми. И это вот как-то наполнит вас десяткой кубков. Эмоциями какими-то, знаете, переполнять вас эмоционально будет. Здесь как будто бы радость появится. Больше радости, больше какого-то внутреннего удовлетворения. Успокоение. Вот если вы выберете для себя, я ещё понимаю, сейчас многие спрашивают, а как же быть? Если вы выберете здесь, каждый для себя должен выбрать какую-то свою модель, либо какие-то критерии свои, как он будет совершать выбор. Ну, допустим, в какую сторону мне пойти, переезжать, не переезжать. То есть должны быть какие-то критерии, которые способствуют этому выбору, этому определению. Вот здесь вы для себя должны выработать ту эффективную модель, которая у вас будет срабатывать. То есть кто-то может сказать, что окей, я попробую. Просто вот там, я не знаю, интуитивно, к примеру, да. Вот что пришло первое в голову, то я и делаю. Без каких-либо сомнений. Не получилось, просто не получилось. Ошиблась, но значит ошиблась. Вот это один из вариантов, да. То есть вы можете себе придумать как-то, я не знаю, кто-то может монетку бросать, условно говоря, да, орёл, либо решка. Вот что выпадет, да, так я буду действовать. То есть здесь какую-то надо себе модель выбрать, если не получится, её как-то заменить потом на другой. То есть найти то, что будет подходить вам. Потому что здесь вам даст внутреннее, внутреннее успокоение какое-то. И ваша коммуникация с людьми сразу изменится. Почему? Потому что внутри вас будет какая-то определённость. Перестанете как-то думать, а вот я правильно поступил. Потому что здесь, понимаете, в чём фишка. Одно дело, когда я не могу определиться, потом всё-таки как-то определился и пошёл в этом направлении. Так вы же ещё когда идёте в этом направлении, вы начинаете сомневаться. А вдруг то, что я оставил, то, что я упустил, это было лучше. То есть вы и в будущее-то не идёте. Вы всё равно возвращаетесь как будто бы назад. Вот здесь вот как раз-таки про это с этим мытарством. И связаны вот эти два аркана тягомотина, что вы продолжаете тянуть ситуацию, растягивать. Приняли решение. Всё, отпустите и дальше идите. Здесь тоже также может проходить страх ошибок. То есть вы как будто бы боитесь ошибиться. Здесь вот вторичная выгода, поэтому аркан по двойке железа краски говорит о том, что вы боитесь совершить ошибку в своём выборе. И здесь вам нужно немножечко разобраться, а что значит для вас ошибка по жизни. То есть чем она чревата ошибка. Потому что вы боитесь последствий этих ошибок, которые вы совершаете. Возможно, какую-то критику. Возможно, я не знаю, потери чего-либо. Вот вам с этим нужно разбираться. Даже не в том, почему. Поэтому вы и не уверены, да, как делать выбор. Потому что вот есть подоплёка в плане страха. Здесь четвёрка кубков. Для чего вам нужно измениться? Вот видеть, видеть выход из какой-то ситуации. Научиться замечать этот выход, а не входать в какую-то апатию и недовольство. Для чего? Потому что вот эта ваша неуверенность, да, она переходит в то, что вы занижаете свою самооценку. У вас появляется чувство вины, что вот я такой нерешительный человек. Если я не вижу выход, значит, я недостаточно хорош, я неспособна, у других всё получается. И вы начинаете вот так вот накручивать, накручивать, накручивать. Причём, ладно, если вы накрутили один раз. У вас это вот как раз по девятке меча, они направлены в будущее. У вас эти мысли, они повторяются на следующий день, через день. И вот таким образом как раз опять-таки во времени идёт продолжение негативного вот этого вашего сценария. Поэтому здесь нужно научиться находить выход, да, замечать выход и решение задачи. А замечаете вы не только тогда, когда вы смотрите вниз на эти кубки, а наоборот, когда вы смотрите наверх. То есть когда у вас приподнимаются, поднимаются ваши энергии. То есть они более скоростные, высокие. Что значит скоростные, высокие? Это значит, что у вас настрой, он идёт на позитив, не на негатив, который вас опускает. То есть вы чувствуете, у вас настроение падает. Когда вы настроение своё поднимаете, на то оно и название. Настрой, я могу настроиться. Настраивать вас нужно в первую очередь здесь, на что-то позитивное. Только тогда вы сможете увидеть решение. Не учиться, как видеть решение задач, а учиться всегда себя вытаскивать за волосы. И сложившаяся ситуация, поднимать сначала своё настроение. И только после этого вы будете замечать решение. То есть не падать, не падать на дно. И здесь вот, скорее всего, вот это вот состояние, оно скорее вам ближе, нежели что-то такое позитивное. Дальше. Вот эти два аркана, да, Верховная Жрица и Аркан Смерти. Для чего вам нужно менять себе вот это вот растягивание. Растягивание во времени, да, когда вы не отрезаете вовремя ту ситуацию, когда нужно. Ну, потому что вы выпускаете тем самым свои шансы. Шансы, возможно, на что-то даже хорошее, да. То есть вы же не идёте в это будущее, тем самым выпускаете шансы. Что мешает вам измениться в общем? Что вообще вам мешает измениться? Вот мне кажется, вот это даже одно как будто бы вытекает из другого, вот отсюда первичного. Что мешает вам измениться? Вот то, что я и сказала, да, шестёрка мечей. Последствия. Последствия вашего выбора, да. Что мешает? Измениться то, что вы не идёте к новым берегам. Для того, чтобы пойти к новым берегам, вот эти вот шесть мечей нужно ставить позади. Если вы их не оставите, то вы идёте дальше, плюс ещё один. У вас получается, мы поддаем семёрку мечей. А семёрка мечей это и есть как раз и аркан самобмана, хитрости. То есть когда была возможность оставить эти мечи, мечи это убеждение, это наши шаблоны, то как мы действуем. Вот если мы не оставляем им на старом берегу, вот здесь вот в прошлом, если не отрезаем, то в дальнейшем Мальс, когда начинает развиваться, конечно, это же и приходит к девятке мечей. К страхам, волнениям, переживаниям, тревожностей и всё такое. А причина в том, что нужно было увидеть вот эту вот свою модель, да, свои вот эти страхи, что я боюсь ошибиться, я боюсь принять неверное решение. Почему? Потому что я боюсь каких-то последствий. Вот разобраться, что вас пугает в будущем, да, это что-то такое конкретное. И вот вы как будто бы проецируете это. Вот вам, чтобы это не делать, говорится здесь о том, что вам мешает. Вам мешает идти в будущее. Нежелание идти в это будущее. Почему? Потому что я вот боюсь, боюсь последствий каких-то. Что ещё вам мешает? Ну вот какие-то установки, программы по императору. Возможно, какая-то жёсткость и, возможно, даже и ответственность. Да, то есть недостаток ответственности, не умея. Вот здесь вот двойка жезлов про выбора, она то же самое говорит. То есть я одно дело, когда я ответственный человек, я говорю, я принял решение. И любые какие последствия будут, да, это моя ответственность. И меня это не пугает по причине того, что я уверен в себе, и я знаю, что я справлюсь. То есть у меня есть опора на себя, у меня есть знания, у меня есть какой-то опыт. Я умею коммуницировать с другими людьми, если я что-то не знаю, я могу пойти узнать, я могу научиться. Поэтому будущее меня не страшит, да. А здесь вот как будто бы у вас нету внутри опоры, на что вам опереться, на какую систему, что будет являться этим внутренним вашим стержнем. И поэтому у вас как это, знаете, как флюгер, мотает туда-сюда, туда-сюда. И поэтому вы не идёте в будущее. Здесь человек, который боится этой ответственности. Так, вот такая вот у нас была и вторая позиция. Благодарю вас, двоечки, за внимание. Жду вас на эфире в четверг. И мы переходим к последней позиции к зелёному камешку. Троечки. Смотрим, есть ли что-то внутри вас, что вам нужно было бы поменять. И нужно ли. Есть ли что-то внутри вас, что нужно поменять. Четвёрка педаклей. То, за что вы как-то держитесь там. Долго думаете. Как-то взвешиваете. И не желаете идти дальше в императрицу. Так, давайте подумаем. Нужно ли здесь что-то менять. Ну, я как этот человек села, так, знаете, и задумалась. То есть у вас есть желание стать вот таким человеком, да, как императрица. Гармоничная, сбалансированная. Человек, который внутреннюю красоту и любовь к жизни отражает во внешний мир. Но здесь от четвёрки педаклей до императрицы очень большой путь. И вот здесь вот как будто бы вы в этот путь не идёте. Что вам нужно изменить? Вам нужно изменить, конечно же, не императрицу, а четвёрку педаклей. Вы как будто бы даже в статус какой-то не идёте. Ну-ка я уточню ещё. Так вот сюда поставлю. Что ещё вам нужно изменить в себе? Ну вот, вот этого повешенного. Вот здесь вот он как раз и хорошо бы встал, да. Вот вы как будто бы не идёте в императрицу. Почему? Потому что есть что-то, что вас ограничивает по повешенному, да. В чём-то ограничиваете сами себя. И сдерживаете. Здесь как будто бы есть что-то, а что вас сдерживает. А что это такое? Обязательства какие-то вас сдерживают. Трудности, сложности. Что это за трудности, сложности? Чем они связаны? Семёркой кубков. Вы, наверное, у меня как по второй позиции, да, тоже не можете определиться. Определиться только если двойки не умеют выбирать из двух моментов, то вы здесь как будто бы не можете определиться, а что вы хотите вообще. То есть не в плане выбора одного из нескольких вариантов, а вообще как будто бы я не совсем понимаю, да, что я хочу выбрать здесь. Плюс ко всему здесь ещё такое, знаете, ощущение того, что больше как будто бы вы о чём-то мечтаете, фантазируете, нежели совершаете какие-то действия. То есть вот здесь в действиях, да, я не вижу какого-то, какой-то вашей активности. В голове, да, в фантазиях, да. Но вот здесь вот действий нету. Поэтому некое такое, знаете, замирание, как земля зимой, да, замёрзла, и она такая твёрдая и холодная. И её сложно побить, она замёрзла, и её сложно побить, допустим, чтобы что-то вскопать. Не получается. Вот здесь у вас что-то такое тоже происходит. Некая закаменелость. Для чего? Для чего вам нужно вот это вот в себе изменить? Ну здесь вы не действуете просто. Здесь нет какой-то, чего-то другого, да. Здесь вы себя ограничиваете в действиях. Не можете понять, что и как. А для чего вам это нужно изменить? Тогда вы увидите какие-то шансы для себя. Увидите какие-то новые возможности. И медленно будете двигаться к достижению своей какой-то цели. И вот она какая конкретно. Смотрите, как красиво карта показали, да. Начали с Туза Пендакли. Дальше у нас Рыцарь Пендакли, продвижение. И мы приходим к Десятке Пендакли. То есть здесь как будто бы вам нужно просто больше действовать, больше двигаться. Не зависать в каких-то монументах. Не надо здесь цепляться за что-то. Здесь знаете, какое ощущение? Того, что лучше я буду иметь довольствоваться. Вот здесь вы кого-то действительно довольствуетесь меньше, лишь бы как-то не рискнуть. Лишь бы как-то не сделать что-то, дополнительные какие-то действия, да. Что здесь какой-то, знаете, энергосберегательный режим у вас происходит. То есть я делаю только то, в чем я 100% уверена, что он даст результат. Если не даст результат, я это делать не буду. То есть написано по регламенту, да, вот вы работаете, например, там, я не знаю, с 9 до 5, до 6, не знаю, все. Сказали с 9 до 6, вот я с 9 до 6 и буду работать. Я не буду работать там 6.05, потому что это не входит в регламент. Здесь ощущение того, знаете, как человек некий такой робот. Поэтому я ощущаю холодную землю. Ей не хватает теплоты. А тепло это что? Это огонь, это движение, это жезлы. Вот вам не хватает, возможно, каких-то амбиций. Но не амбиций в плане мечты, кубковости, да, либо мечей, фантазии. Здесь и так холодно. Здесь и так ветра достаточно, мыслей достаточно. Здесь не хватает какого-то земного вот именно плана действий. Тогда вы сможете получать вот ваш туз пендакли превратиться в десятку пендаклей. Медленно, это не будет быстро, потому что вы сами себе, сами по себе такие, знаете, нерасторопные люди. Не то, что вы не активны, а здесь, вот услышите меня правильно. Здесь люди могут быть достаточно такими подвижными, да, но при этом это какая-то суета, эффективности нет. А я говорю про медлительность и получение результата эффективного. То есть здесь может быть, что вы будете медлительны, но очень эффективные люди. Сейчас у вас этой эффективности нету. Вы, возможно, компенсируете вот эту суету, да, почему? То есть вы как будто бы через неё, вам кажется, что я что-то делаю, я что-то достигаю. А если посмотреть по факту, то вы получаете, ну, я не знаю, две четвёртых, либо одну четвёртую от того, что вы могли бы получить. И причина здесь заключается в том, что где-то в чём-то вы морозитесь, морозитесь. Прямо такое слово, прямо очень хорошо сюда вписывается в плане того, что я должен подумать. Я должен подумать, потому что вот это вот новое, что ты мне предлагаешь, Елене, оно как-то вот надо больше действий делать, надо больше говорить, надо с кем-то встречаться. А я этого как будто бы не хочу делать. Вот почему? Просто нету какого-то объяснения. Я не хочу. Вот мне это как будто бы не нужно. Вот мне так комфортно, понимаете, когда человек, который, есть этот советский мультик, Ох и Ах идут в поход. Вот, я его помню из детства. И вот этот вот Ох, всё, что ему скажешь, там, надо комнату. Хорошо, так этот мультик помню, когда Ах пришёл в этот, в квартиру Ох и начинает там совершать уборку. Ох, всё это всё Ох, ну там Путина, Ох, надо это сделать, надо искупаться, Ох, надо пойти в поход. Вот здесь у вас, вот вы как будто бы вот этот вот Ох. И вам надо его переключить как раз-таки на этот Ах, что? Ах, как всё хорошо, Ах, как замечательно, Ах, новые возможности. А вы, Ох, опять эти, понимаете, вот разница, да, казалось бы, да, одни возгласы, Ох и Ах, но какая сила мощная в этих звуках идёт. Вот здесь речь об этом. Что мешает вам измениться? Вот так видно, да, что-то двинуло. Что мешает вам измениться и вот стать таким, знаете, вот активным именно человеком? Ваша самодостаточность. Ваша самодостаточность и то, что вы не делаете первый шаг. Здесь такой, знаете, проскальзывает у меня человек, прям вот именно старость, но есть, знаете, старость, возраст там люди, я не знаю, 80 лет. И вот видишь, иногда они горят, огонь, им жить хочется. А есть люди, которые говорят, я доживаю свой век, вот просто доживаю, ну, то есть, ну, ничего не буду делать. Вот здесь энергия такого человека. Вот это вот ваша самодостаточность, я уже всё, ты знаешь, что я в жизни прожил, у меня и это было, и я больше ничего не хочу. Вот какое-то такое, такая энергия идёт, да, вот от этой девятки педаклей. Хотя, по сути, сама она позитивная, эта карта, но здесь идёт вот это вот нежелание сделать шаг. То есть, вот как будто бы вам шута не хватает, да, какой-то больше глупости. Здесь человек, у которого очень много ума, и он от этого ума как-то, знаете, тучный становится, тяжёлый становится, громоздный, неразворотливый такой, знаете, очень сложно сдвинуть с места. И вот эта вот тучность такая, этот ментал перегруженный, он не даёт вам возможности завершить какую-то ситуацию и пойти в новое. То есть, не вижу я возможности, потому что вот я слишком вот этот вот самодостаточный, слишком у меня, здесь самодостаточность в негативном ключе. То есть, я всё уже попробовала, у меня есть девять педаклей, о каких десяти педаклях вы говорите? У меня уже всё есть, у меня есть опыт, у меня есть ум, у меня есть знания, там, возможно, какие-то деньги, за которые на данный момент я держусь и цепляюсь. То есть, да, их недостаточно, раньше-то они были больше, конечно, раньше было больше, потому что раньше была энергия, раньше было движение, а сейчас как будто бы этого движения нету. Почему? Потому что, знаете, когда очень много информации в голове, я не случайно сказала о перегруженном ментале, а здесь такое ощущается, очень много знаний. Знания даются для того, чтобы мы их применяли на практике. Если мы их не применяем на практике, они нам не приносят пользу, то они грузом сидят, отяжеляют наш метальный план. И в конечном итоге получается, что знаний много, использовать я их не могу и новое получить не могу, потому что места нету на что. Значит, что-то я должна освободить, чтобы новое что-то пришло, а вы не можете сейчас освободить. Что у вас здесь перегружено с менталом? Это связано как-то с прошлым опытом, когда, знаете, очень быстро загорались, что-то делали, а потом перегорали. Очень быстро вот это, знаете, вспышка загорелся, что-то сделала, и потом уже как-то не хочется, не довожу до конца. То есть я нету вот этой вот именно по рыцарю Педакли последовательности. Вот у рыцаря Педакли есть медлительность, есть терпение и трудоголизм. Почему? Потому что это человек, который может работать, например, я не знаю, на конвейере. Да, нудная работа, однообразная, но при этом человек ее делает с душой. Он каждый раз в нее что-то новое вкладывает, ему это нравится. А здесь получается, что быстро перегораете, потому что не доводите дело до конца. Вот у вас есть понятие, не знаю, как начать, например, там стартап в чем-то, а как его развить, как дальше приумножить, как, я не знаю, стать еще более эффективным, масштабироваться. Здесь такого нет, потому что это во времени должно быть продолжительность, и это должны быть последовательные шаги. А здесь вот по рыцарю жезла загорелся и очень быстро перегорел, и не хватает терпения, не хватает запала на дальнейшее, и поэтому я бросаю и начинаю что-то другое. Знаете, и поэтому у вас то горе-то от ума. Много всего начинали, много всего пробовали, но мало что доводили до конца, до результата. Потому что здесь результат, возможно, если это касается профессиональной сферы, он не приходит там в течение одного-трех месяцев. Возможно, надо работать годами, пробовать, пробовать, делать, 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 в конечном итоге понять, где в чем ошибка, и сделать по-другому, и тогда это выстрелит. А у вас на это запала не хватает. Что мешает вам еще измениться? С одной стороны, здесь вот как будто бы не хватает сделать прорыва. С одной стороны, скорость, да, вот я постоянно куда-то бегу, 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 что-то делаю. Вот я еще раз говорю, здесь такая компенсация идет, да, то есть по своей натуре при очень тяжелом и тучном ментале перегруженном, да, энергия здесь достаточно активная. Вы, как-то, я не знаю, человек с огромной силой воли, что ли, где-то в чем-то вы можете себя заставлять, то есть надо, да. Это вот как мы, например, говорим, человек заболел, у него температура, ему бы хорошо отлежаться, да, ведь помочь своему организму, чтобы запустились процессы регенерации и восстановления. И потом, когда он выздоровеет, пойти на работу. Вы же нет, вы легли, второй день, ох, вот это вот начинается, вот это, ох, что-то я долго лежал, у меня там посуда, мне надо встать. Вот это вот, то есть, понимаете, вы как будто вы сам себе враг. Там, где нужно включать активность и движение, вы это не делаете. Здесь вот эта вот суета присутствует, вот эта вот подвижность, но в плане развития дальнейшего вашего движения вы очень медлительные. И вопрос не в том, кто медлительный либо быстрый, то есть здесь не про это, а здесь про то, как сделать эффективнее, более полезнее, чтобы это все было для вас. У каждого человека свой ритм, и это правильно, и это верно. Но вот вы как будто бы не можете найти тот ритм, который вам нужен. Там, где нужно быть активным, вы медлительны, а там, где нужно замедлиться, вы куда-то бежите, сломя голову. Что еще мешает вам измениться? Ну вот я говорю, ирофант, много знаний, вот много слишком вы знаете. И в этом не было бы ничего плохого, если бы это не оборачивалось бы вам бумерангом. От знаний нету, как говорится, ни жарко, ни холодно. Но это идеи, это эфир, это энергия, которую нужно заземлять. А заземляем мы через действие, через реализацию. И получается, вы как будто бы застреваете на тонком плане, да, то есть застреваете в своем ментале, в своих каких-то мечтах, представлениях. А здесь вот как раз по семерке кубков. И это, и это. То есть вы же не случайно эти семь кубков видите. У вас же, для того, чтобы их увидеть, у вас есть эти возможности, у вас есть эти способности. Человек, у которого нету возможности и способности, он не увидит. А у вас есть абсолютно все, что вы хотите. Хотите в творчество, хотите войти, пойти, там, я не знаю, гуманитарное какое-то направление. У вас какое ощущение, как будто бы, знаете, вот Бог дал все дары. Возьми, что хочешь, это будет твое. И вот вы сидите и думаете, а что выбрать? Да какая разница, возьми одно, не понравится, сменишь. То есть у тебя это не забирают. Здесь ощущение того, что вот какая-то, я не знаю, как некий такой приговор, что вот только одно я выберу, и все больше я не могу. Нет, в жизни так, не понравилось, составили, пошли выбрали что-то другое. Но при вашем вот этом вот выборе, одно, другое, надо все-таки сначала довести до конца, прежде чем сменить на что-то другое. А вы загораетесь, как я уже сказала здесь по рыцарю жезлов, а дело не доводите до конца, и меняете лошадей на переправе до того, как вы получите какой-то результат. Это условно говоря, допустим, вот пример торолога, да, я купила колоду, то есть я один раз сделала какой-то расклад, как-то не зашло, сделала второй, третий, тоже не зашло, все, убрала, эта колода не подходит. Да нет же, почему не подходит? Разберись, посмотри, что тебе не устраивает. Может быть, ты что-то не видишь, может быть, как-то надо другие запросы, то есть сменить, понимаете? А вы сразу, не, не, не мое, отказался, все. Здесь про это. Я решения не даю в этом раскладе, потому что тема все-таки была, а что вам нужно изменить, да, не как решение, как это изменить, а именно подсвятить вам ситуацию, что нужно изменить. Ну вот, мне кажется, я показала. У вас прекрасный шанс прийти вот к десятке Пентакли, причем вы девятка, вам надо к десятке, один шаг остался. Для прорыва. Такая была третья позиция. Жду вас на прямом эфире. В четверг в разделе сообщества я обязательно сделаю анонс. Не пропустите его. Там как раз, если сегодня у вас появятся какие-то вопросы, вы сможете мне задать. То есть на эфире вы можете задавать вопросы, которые были к раскладам каким-то, да, возможно. Мне сложно голосом, в письменном виде писать ответы, которые предполагают какого-то разъяснения, пояснения, примеров. То есть писать большой текст для меня это сложно. Поэтому можете задавать мне как раз на таких эфирах вопросы, и я буду с огромным удовольствием вам отвечать. А я с вами прощаюсь до пятницы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok